Грузовики на улочках деревень Крюково и Трубачеевка. Местные жители забили тревогу. Ведь и до начала строительства ЖК «Эльон» здесь едва расходились две легковые машины. В конце прошлого года на место выехал глава Денцовского округа. По итогам осмотра территории Андрей Иванов дал поручение пустить большегрузы в объезд жилых домов. Андрей Робертович тогда подключился, остановил строительство, попросил строителей не производить работы, не вести технику по деревне Трубачеевка, по улице Крайней в частности был заезд. Строители пошли навстречу, остановили. Где-то месяца полтора работы никаких не производилось. Завезли. Люди с пониманием отнеслись, чтобы был завоз некоторых материалов для строительства объездной дороги. Длина объездной дороги 400 метров, ширина 6. Она проходит не только по муниципальной земле, но и по частной. Ее владелец пошел навстречу застройщику. Решение проблему устроило и местных жителей и водителей большегрузов. Вся эти бетономешалки и автопоезда шли по нашим главным улицам деревни. Но теперь устранили проблему? Устранили. Теперь они через наши улицы не ездят. Удобно сейчас такая бездная дорога? Да, удобно. Грузовики по деревне ездят не будут и не будут портить нам асфальт. Очень удобно стало. Удобнее? А там как? Там тоже неплохо, но тут лучше намного. А чем лучше? Широко. Объездную дорогу из строительных плит проложили примерно за месяц. На срок проведения работ повлияли погодные условия. Действовать она будет до конца 2022 года. К этому времени жилой комплекс «Эльон» должен быть уже сдан. Евгения Августина, телекомпания Одинцова. Продолжение следует...